Всевышний Аллах Всевышний Аллах – Владыка, Аль-Малик, и нет другого Владыки, кроме Него. Он владеет всеми, но никто не владеет им, и вся власть принадлежит Аллаху. Он – царь всех царей, который расположил на земле царей по их королевствам и завладел всеми царями на земле. Вся власть принадлежит Аллаху. Он владеет тем, чем владеешь ты, и тем, чем ты не владеешь. Вся власть принадлежит Аллаху. Твоя власть формальная, фиктивная и временная, а власть Аллаха вечна и непоколебима. «Коли Аллахумма Малик алмулк ту'тилмулк мааааааааааааааа, таанзиуал мулк мим мааааааааааааааааааааааааааааааааа». Мы не сможем найти такую власть, которую бы Всевышний Аллах не даровал какому-то царю, и которая бы при этом не принадлежала Аллаху, одному и единственному, единственному, и могущественному. Он подчиняет себе всех, и никто не может одолеть его. Он единственный, могучий. И когда он желает совершения какого-либо дела, он принуждает к нему своих творений. Он единственный, судья, который требует расчета, но никто не требует расчета с него. Он властелин дня воздаяния. Всевышний Аллах сделал весь Коран возвеличиванием и прославлением самого себя. Клянусь Аллахом, не познал Коран тот, кто решил, что Коран – это просто набор законоположений. Более того, аяты, в которых говорится о каких-то законоположениях, также являются возвеличиванием и прославлением одного и единственного Аллаха. Истории о пророках являются сообщениями о единственном Аллахе. Истории о великих людях – это разъяснение и указание на то, что вся власть принадлежит одному Аллаху. Аллах богат и ни в ком не нуждается. Больной – это тот, кого он сделал больным, а здоровый – тот, кого он сделал здоровым. Он делает болезнь исцелением, а исцеление превращает в болезнь. Кто сделает болезнь исцелением? Кто лечит больных? Кто наставил на прямой путь заблудших? Кто что-то даровал лишенным и несправедливо притесненным? Кто поместил вперед того, кто был позади и даровал могущество после унижения? Это Всевышний Аллах. Аль-Вахиду-ль-Ахад. Аллах. И Ему одному принадлежит вся власть. Мы совершаем намаз только с Его разрешения и делаем земные поклоны только тогда, когда Он дает свое разрешение на это. И мы вошли в Его дом, мечеть, только когда Он объял нас своей заботой. Аллах – первый, безначальный. До Него не было ничего. Неужели мы будем думать, что кто-то другой помимо Аллаха сможет нам помочь, когда в начале всего Аллах был один? Он – последний. И после Него ничего не будет. Он избавится от всех обитателей земли и останется один. Умрут все – врачи, инженеры, цари, короли, амиры, торговцы, богачи, философы, литераторы. И останется один Аллах. Мы отвлеклись на какое-то из Его созданий из-за того, что Аллах научил Его чему-то. И при этом забыли, что Тот, кто научил Его, это ведущий все сокровенное и явное. Все знание принадлежит Аллаху и в начале, и в конечном итоге. И все знание, которое было дано созданием, было дано соизволение Аллаха. Но мы возгордились. Когда Аллах обучил нас Ему, мы возгордились, когда Аллах научил нас. Мы решили, что это наше личное знание. Знание европейских стран или же знание каких-то самых великих стран. Клянусь Аллахом, все знание от Аллаха. Он дал возможность получить его некоторым из своих созданий, чтобы проверить их. И в любом случае всем предстоит вернуться к Аллаху. Аль-Малик – это тот, кто владеет оружием, которым нас пугают. Аль-Малик – это тот, кто владеет атомными бомбами. Аль-Малик – это тот, кто владеет кассетными бомбами. Аль-Малик – это тот, кто владеет величайшими и самыми развитыми странами. Аль-Малик – это тот, кто владеет военными армиями, которые сотрясают землю. Аль-Малик – это тот, кто владеет небесами, из которых бьют молнии. Аль-Малик – это тот, кто владеет землей, по которой ездят танки. И если бы он пожелал, то под ними бы разверзлась земля. Аль-Малик – это тот, кто владеет горами. И если бы он пожелал, эти горы бы столкнулись с его врагами на земле. Аль-Малик – это тот, кто владеет морями и океанами. И если бы он пожелал, воды бы поглотили и утопили его врагов. «Аль-Малик тот, кто владеет всеми созданиями и теми, кто держит пальцы на спусковом крючке пулемета. И если бы он пожелал, то отрубил бы им пальцы». Аллах сказал в Коране Кто отрубил пальцы курайшитов, когда они захотели сразиться со сподвижниками Мухаммада? Это был Аллах, который владел Джибрилем и отправил Джибриля, чтобы тот отрубил пальцы каферов. Вся власть принадлежит Аллаху, все решения в руках Аллаха, управления в руках Аллаха и все создания в одной пригоршне Всевышнего Аллаха. Кого ты боишься? Кого ты страшишься? Ты думаешь, что кто-то помимо Аллаха сможет что-то сделать? Клянусь Аллахом, они все делают только после Его разрешения. Они выступают вперед с Его соизволения. Отступают только после того, как Он разрешит им. Даже пятью земли они владеют только с Его разрешения. С Твоего соизволения, о Аллах, Он владеет ими. И если бы Он пожелал, Он бы сделал так, чтобы земля разверзлась под ними. И от них не осталось бы и следа, как у соли, которая растворилась в воде. О верующие! О единобожники! Таухид — это не книги, которые учат наизусть, не слова, которые записывают, и не худбы на мимбарах. Таухид должен идти из сердца, что все делает один Аллах. Помочь может только Аллах, причинить вред может только Аллах, даровать могущество может только Аллах, оказать помощь может только Аллах, обогатить может только Аллах, сделать бедным может только Аллах, умертвить может только Аллах, убить может только Аллах, что-то дать может только Аллах, наставить может только Аллах, выставить вперед может только Аллах, а Его создания этого не могут. Они слабы, доктора болеют, инженеры ошибаются, а Всевышний Аллах — Создатель Вселенной. Он управляет небесами и землей Он показал нам свою власть Он пускает вход солнца И оно никогда не ошибается в своем движении Оно не изменяет свой путь с момента, как оно было создано Небеса охраняются его велением И они никогда не падают на землю Аллах сказал Мусе О Муса, если бы я заснул, небеса упали бы на землю Кто сохраняет их? Аль-Хафид Охраняющий, от которого ничто не ускользает Аллах с тобой, так не бойся никого, кроме Аллаха Аллах с тобой Значит, твое сердце не движется к кому-либо другому, кроме него Абу-Бакр сказал, о посланник Аллаха О посланник Аллаха Если бы кто-то из них посмотрел себе под ноги Он увидел бы нас Он же отвечал, Абу-Бакр, что ты думаешь о двоих Третьим, с которыми является Аллах Что ты думаешь о двоих, третьим, с которыми является Аллах И что вы думаете о нас, когда Аллах с нами Что вы думаете о нас, когда Аллах с нами Абу-Бакр Это и есть Таухид Не скорби, ибо Аллах с нами Он предопределил все по своей мудрости Он пожелал какое-то дело Исполнил свое веление И произошло исключительно то, чего он хотел Думаешь ли ты, что когда кафир победил мусульманина Он сделал это так, чтобы Аллах не узнал об этом Или смог как-то предать Аллаха Он дает им что-то, чтобы испытать их и проверить Он испытывает кафира тем, что даруют ему что-то хорошее И также испытывает верующего Решит ли он, что это действие было не согласовано с велением Всевышнего Аллаха После этого аята Аллах призывает нас посмотреть Аллах призывает нас рассмотреть положение тех, кто жил ранее Аллах Ты, Мухаммад, и твоя умма Вы хотите знать? Они побеждали? Да Они были сильнее? Да Имели власть на земле? Да Где же они сейчас? О, Мухаммад и твоя умма Ты хочешь в этом убедиться? И каков итог фараона? Всевышний Аллах Всевышний Аллах объясняет нам Что те силы, которые властвуют, главенствуют и управляют Раньше они тоже были Кто же их стер? Кто их уничтожил после того, как одарил властью? Выявил их силу? Поднял их господство и возвысил их голос? Аллах схватил их О верующие Настоящий тавхин Это когда в твоем сердце есть только Аллах Аль-Вахид Аль-Ахад Если ты заболел, обращайся к Аллаху Если жена не слушается, направься к Аллаху Если сын предал тебя, направься к Аллаху Если боль усиливается, направься к Аллаху Если тебе сложно стало зарабатывать на жизнь, обратись к Аллаху Если дверь закрылась, открой ее по велениям Аллаха Если друг отдалился от тебя, стань ближе к Аллаху Это Аллах, ради которого разольются моря Аллах, ради которого обрушатся горы Аллах, ради которого свернется солнце Аллах, ради которого падут звезды Аллах, ради которого разобьется небо Аллах, который управляет всей вселенной с момента, как он создал ее, и вся она будет лишь его пригоршней. У кого такая сила? У кого такие возможности? У кого такие приказы, которые всегда исполняются, не отменяются, не аннулируются? Разве Всевышний Аллах не с тобой? Так не бойся никого, кроме Аллаха. Каждый раз, когда ты захочешь победы и успеха, пытайся стать ближе к Господу успеха. Кто Господь счастья? Сейчас начались каникулы и отпуска, и мы увидели, какая у людей вера. Люди направились к торговым комплексам, на рынки, на прогулки, в парке и на экскурсии, в поисках счастья. А Господь счастья – это Аллах. Господь радости – это Аллах. Тот, в чьей руке отдых и покой – это Аллах. Не обращайся никому, кроме Него. И если ты хочешь сделать какие-то мирские причины, делай их согласно Его велениям. Не ходи на базар, чтобы грешить там. Подчиняйся Аллаху на базаре. Подчиняйся Аллаху, когда занимаешься туризмом. Подчиняйся Аллаху. Ведь поистине счастье – в подчинении Аллаху. Ибнуль-Каим говорит, Аллах создал тебя состоящим из двух вещей – из души и тела. Отдых для тела – это когда ты ешь из того, что растет на земле. И когда человек умирает, он возвращается к земле и хоронится в ней. Но отдохновение для души находится у Аллаха. Если она от повеления Аллаха, а не от земли, то и счастье ее от Аллаха. Ее покой и спокойствие от Аллаха. И ее успех от Аллаха. Клянусь Аллахом, счастье связано с подчинением Аллаху. Счастье не в деньгах. Сколько богатых людей приходит для того, чтобы чтец Корана прочитал им рукью от их душевных заболеваний. Сколько людей, занимающих высокие должности, устали и сбежали со своих постов. Сколько было просвещенных и эрудированных людей. Сегодня, если один из них увидит какого-то своего родственника, он закричит от своей болезни. Он убегает от людей. Он полюбил одиночество. Он сторонится людей. И это после того, как он говорил, что у него тысяча друзей. Счастье с Аллахом. Счастье у Аллаха. Счастье в руках Аллаха. И Аллах приказал тебе просить его только у него. Он осчастливит их. Он поместит их в спокойствие и отдых. В счастье. В успех и победу. Такой человек будет смеяться от всего сердца. Улыбаться от души и радоваться своему Господу. Но условия тому. Вера и праведные деяния. Если же начинаются каникулы и отпуска, а мы видим, как умма до сих пор жадно ищет счастье в играх, поездках и приездах, значит, умма до сих пор спит. Ей надо проснуться. И такие спящие очнутся только после смерти. Ты не достигнешь Аллаха, если не предпримешь соответствующие причины. Всевышний Аллах сказал. Они сражаются. Сражение – это жертва. А жертва – это оставление любимого ради более любимого. Оставь свои страсти и желания ради своего Господа. Пожертвуй тем, к чему привязалось твое сердце ради Всевышнего Аллаха. И Аллах заменит тебе верой, светом, верной дорогой, верным руководством и путем, который приведет тебя к его раю. Мы непременно поведем их нашими путями. О, рабы Аллаха! Так поклоняйтесь одному Аллаху с истинным таухидом, а не с книжным таухидом и не терминами. Пусть это будет таухид от сердца. Обращайся только к твоему Господу. Если ты сидишь где-то в одиночестве, знай, что с тобой твой Господь. Проси чего-либо только у Аллаха. Если ты предпринимаешь какие-либо причины для достижения цели, знай, что это всего лишь причины. Они не гарантируют результат. Все результаты от Всевышнего Аллаха. К тому, кто верит в это и имеет такой таухид, не спускается помощь Аллаха и приходит явная победа. Уповают так, как это делали сахабы. Аллах осушил им моря, обрушивал для них горы, потушил для них огонь куфаров и поместил их силу над всеми остальными силами. Из-за этого упования 300 человек победили тысячу вооруженных до зубов воинов. О Аллах, даруй нам могущество посредством нашей любви к тебе. Займи нас нашим подчинением и поклонением тебе. Направь наши сердца к тебе и сделай так, чтобы мы не оборачивались и не обращали внимания ни на кого кроме тебя. О Аллах, заполни наши сердца почитанием тебя и возвеличиванием, упованием на тебя и нашим покаянием, ослышащей мольбы. Все терпение от тебя, помощь от тебя, прямой путь от тебя, могущество от тебя, праведность от тебя, так даруй ее нам. И не поручай нас самим себе или твоим созданием, ослышащий дуа. О Аллах, ответь на нашу просьбу и да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада. Мухаммада.